миллион миллион но не алых роз миллионы а то и миллиарды евро и долларов тратились и тратятся богатыми и не очень людьми на драгоценности в рамках ювелирной школы брависсимо мы хотели поговорить о самых-самых дорогих загадочных знаменитых украшениях но оказалось что их настолько много эфирного времени настолько мало что теперь вас ждет целая серия выпусков о тех самых самых украшениях а давайте начнем самых дорогих подумали мы и стали искать контекст как же определить тех самых дорогих здесь на помощь нам пришли два знаменитых имени крестис и содбис два самых знаменитых мировых аукциона которые в разы увеличивают стоимость вещей которые к ним попадают и продают 80 процентов произведений искусства в мире в том числе ювелирных украшений откроет наш рейтинг браслет уоллес симпсон и это безумно интересное украшение история которого началась самой громкой истории любви 20 века когда король англии эдуард восьмой отрекся от престола ради любимой дважды разведенной женщины во первых именно браслет виде пантеры стал самым дорогим украшением от картин которая была представлена на аукционе содбис в 2010 году и продана за 7 миллионов долларов во вторых приобрела его эпатажная дива мадонна пантера инкрустирована бриллиантами и внимание ониксом а ведь мы так часто записываем его в разряд привычных и повседневных далее в нашем рейтинге лот аукциона кристис 2008 года он был продан за 23 миллиона 400 тысяч долларов и это был бриллиант витальсбахов это не самый большой камень его вес составляет 35,6 карат но пока самый дорогой такая цена объясняется его идеальной частотой и прекрасным голубым оттенком это не самый большой камень его вес 35,6 карат но пока самый дорогой такая цена объясняется безупречным голубым оттенком и поразительной частотой конечно голубые бриллианты очень дорогое удовольствие но будем откровенны в коллекциях брависсимо вы встретите огромное количество синих и голубых минералов за которые вам не придется сражаться на мировых аукционах а знаете ли вы что бусы из жудеита были трижды представлены на аукционе сотбис знаменитая ожерелье хатону диване имеет свою тайну до сих пор неизвестно происхождение камней из которых сделаны эти бусы известно только что все они были изготовлены из одного самородка который скорее всего принадлежал китайскому императорскому двору ожерелье состоит из 27 крупных ярко-зеленых бусин а украшает его огромный рубин в стиле арт-деко и бриллиантовая застежка авторами которой являются ювелиры мастерской кортье именно представители кортье в 2014 году выкупили ожерелье за 27 миллионов 400 тысяч долларов и скажите как теперь спокойно смотреть на жады а вот кольцо в которое инкрустирован почти 25 каратный редчайший розовый бриллиант когда-то принадлежала нью-йоркскому ювелиру около 60 лет он хранил его в своей частной коллекции а когда редчайший бриллиант в 2010 году появился на аукционе сотбис никто даже не предполагал что продано она будет за 46 миллионов долларов кольцо оценивалось не более чем в 38 миллионов долларов однако новый владелец миллиардер лоренс граф выложил невероятнейшую сумму за возможность назвать эту драгоценность своим именем в 2016 году аукционным домом кристиска за 57 с половиной миллионов долларов был продан еще один голубой бриллиант оппингеймера одна из самых дорогих драгоценностей имеет вес 14,62 карата большая часть истории голубого оппингеймера покрыта тайной за исключением того факта что добыли его где-то в южной африке в начале 20 века алмаз был вручен сэру филиппу оппингеймеру который приобрел его в качестве подарка для своей жены однако подробности когда это было и сколько стоило неизвестны в 2016 году потребовалось всего лишь 25 минут чтобы его приобрел покупатель который пожелал остаться неизвестным ну а возглавит наш рейтинг блуждающая жемчужина невероятно правда в 2011 году на декабрьском аукционе кристис за нее заплатили 11 миллионов 800 тысяч долларов это не самое дорогое украшение однако если учитывать что в том же году и на том же аукционе коллекция драгоценностей элизабет тейлор собрала 137 миллионов долларов а жемчужина перегрина была ее изюминкой но ей по праву принадлежит первое место она была найдена в 1576 году на острове панамского залива куплено испанским королем 200 лет считалось королевской реликвии побывала в руках 8 королей принадлежала бонапартам долго путешествовала по европе пока 1969 году не была приобретена на аукционе сотбис ричардом бартоном для элизабет тейлор 1972 году актриса передала жемчужину перегрина ювелиром модного дома карте которые инкрустировали ее в колье украшенные бриллиантами рубинами и другими крупными жемчужинами элизабет тейлор часто появлялась в этом колье на светских мероприятиях громкие имена и огромные цены вызывают смешанные чувства и стали фундаментом стереотипа что собирать коллекции украшений могут только избранные однако мы считаем что для этого достаточно любить и носить украшения о ценах позаботиться ваш любимый ювелирный салон брависсимо украшений